Девушки отдыхают Сахар, красный молотый перец, тмин, соль, сода и вода. Сперва мы приготовим конфитюр из яблок и красного лука. Начинается. Итак, Надюша, ставь, пожалуйста, сковородочку на огонь. Надюша, у тебя новая сковорода, я заметила. Звычайно, профессийный взгляд. Так, купила нещодавно новую сковородку за антипригарным покрытием. И не могу натешиться. Завдяки литому, толстостинному корпусу сковорода швидко нагревается и надолго зберегает температуру. А это очень удобно. В сковородочку мы нальем 2 столовые ложки растительного масла. Одну красную луковицу нужно почистить и нарезать кубиком. 3 миллиметра. А еще нам понадобится имбирь. Нам нужно 3 сантиметра почистить и натереть на терочке. А я тем временем займусь перчиком чили. Я очищу его от семочек и нарежу тоненькой соломкой толщиной 2-3 миллиметра. Цибулька ем, уже закидать? Да, прекрасно. Да-да-да, закидывай в сковородочку. Надюшенька, а ты, наверное, пока что займешься яблочком. Давай. Яблочко нужно очистить от семочек и кожуры. И нарезать затем кубиком 1 сантиметр. Имбирь готовый. Хочешь яблочко порезать? Давай. И лук у нас уже обжарился, девочки. А сейчас я добавляю перец чили. И имбирь тоже сюда же. В сковородочку, да. Сейчас мы добавим сюда еще яблочки, а также специи. Одна чайная ложка смеси карри. Столько же соли. И столько же зиры. Обжаривать будем все 5 минут до мягкости. А мы сейчас займемся, знаете, чем? Кляром для шпината. Для того, чтобы листочек шпината хрустел, в кляр нужно добавить рисовую муку. А в мене немае рисового борошна, не так часто я его выкрустываю. А мы его сделаем, Надюшенька. Нам необходимо 2 столовые ложки круглозернистого риса насыпать в кофемолку. И перемелить его в муку. И измельчаем, девочки. Есть мука? Нет. Отлично. Так, возьмем средненькую мисочку и просеем муку через сито. Какой гарный борошно, девица. А пока что мы делали рисовую муку. Яблочки уже обжарились. Мы добавим сюда 2 столовые ложечки водички. А я добавлю еще 1 столовую ложечку яблочного уксуса. Надюшенька, а ты подготовь, пожалуйста, 1 столовую ложку сахара. И все это дело варим до загустения еще 10 минут. А тем временем мы будем заканчивать делать кляр. Добавляем в рисовую муку 6 столовых ложечек кукурузной муки. Половину чайной ложечки соли туда. 1 третью чайной ложечки фмина. Станюша, сода. Доброе. 1 треть чайной ложечки. И еще обязательно в этот кляр нужно половина чайной ложечки красного молотого перца. А теперь нужно добавить туда 2 третьих стакана ледяной воды. Чтобы шпинат был хрустящим, нужно, чтобы в кляре было как можно меньше клейковины. В воде комнатной температуры клейковина образуется гораздо быстрее, чем в холодной. Ну и наконец-то пришло время короля нашего сегодняшнего бала. Это шпината. Возьмем 300 граммов шпината. Нужно его промыть. Под проточной водой, Танюша, ты займешься шпинатом. Давай. Шпинатик мы промыли. Нужно отрезать жесткие стебли, которые невозможно прожевать. Итого у нас получится 250 граммов уже очищенного от стеблей шпината. Берем бумажные полотенца и просушиваем его. Звучайно, если он будет влогий, то кляр будет просто стекать и все, так? Конечно. И масло будет стрелять, нам это абсолютно не нужно. Ставим на огонь сковородочку и наливаем в нее 4 столовые ложки подсолнечного масла. Шпинат необходимо через сито посыпать мукой. Двух ложечек должно быть достаточно. Отлично. Каждый листик шпината нужно обмакивать в кляре и выкладывать на сковородочку. Отлично. Листики нужно обжаривать по 2 минутки с каждой стороны. Но кому, девочки, охота есть только масла? Его, конечно же, нужно убрать. Надя, подготовишь тарелочку? Легко, адже в мене є помічники, паперовые рушники. Вони митю приберуть зайвый жир. Швидко та легко. Подай их мне, пожалуйста. Пожалуйста. Подивите, какая краса. Они уже готовы. Переносим их на бумажное полотенечко. Первая партия пошла. Остальные обжариваем точно так же. Дуже аппетитно выглядит готова страва. Так бы и ели уже без соуса. Это, конечно, хочется. Не, ну как это? Соус, конечно же. Так же, как я и обещала, конфитюр. Это последний штрих. Все, что нужно, это просто перебить его погружным блендером. Супер. А він доволі густий, Наталочка. Да, девочки. Готовий. И он должен быть вот именно такой консистенции. Ура! Куштуємо першу на сьогодні страву зі шпинату. Мммм, как и граньки. Не отчувается оцего зайвого аромата шпинату. А с этим соусом, конфитюром взагалі идеально. Как домашний фастфуд, но только очень полезный. Сpaurs. Ура. Ура. Хоняк.